Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео показа моих украшений и секунды, которые я для вас снимаю. Иногда снимаю видео, как я выбираю и покупаю свои украшения, а потом снимаю обзоры. Я точно не могу сказать, какое сегодня видео из какого магазина, потому что у меня они все вот так вот идут постепенно, по очереди. Ну, в общем, я надеюсь, что вам особо это и не важно. Ну, видео, как я покупала эти вещи, я уже выложила, поэтому где-то вот оно в моих плейлистах имеется. Для тех, кто у меня впервые, я живу в Канаде, покупаю украшения в благотворительных магазинах. Цены, по которым я их покупаю, я показываю в своих видео. Все цены в канадских долларах. И давайте перейдем. Сейчас я вам покажу такую легкую затравку. Вы это все помните, эти прекрасные, блестящие, красивые вещи. Для тех, кто у меня впервые, я скажу, что у меня видео не только про украшения винтажные, не очень. Также у меня есть обзоры магазинов, примерки, болталки. В общем, все, что мы, девочки, любим. И, в общем, на любой вкус, я надеюсь, что все, кто у меня пришли в первый раз, вам будет со мной интересно. Сегодняшнее видео, наверное, будет состояться из двух частей, потому что очень длинное получится видео, если я начну показывать все сразу. Потом разобью его на две части. Давайте начнем. Ну что ж, давайте начнем. Я, как всегда, начинаю с самых, ну, так сказать, не то, что малоценных, но, скажем так, не маркированных, не очень понятных возраста изделий, винтажных. Но не очень, так сказать, сто процентов, которые я могу назвать винтажными. Ну, в общем, все, что я не знаю толком, насколько ценна эта вещь. Ну, это брошь винтажная, безусловно. И вы видели, я вам показывала, когда в магазине снимала, потому что ее невозможно не заметить. Вот такая обалденная красотка. Я, по-моему, назвала ее, что это металлический цветок, но она, на самом деле, сделана из пластика. Сколько она стоила? Стоила она 5 долларов, вот, канадских. Сейчас я ее сниму с этого, с этикетки. Так, давайте рассмотрим сначала ее сзади. Как вы видите, вот по этому, по замочку, по застежке, по клепке, сразу видно, что она не молода. Брошь была уже молодая, была не молода. Она не металлическая, она сделана из какого-то пластика. Так, у меня нету ничего, все у меня потерялось, ни палки, ни ножницы. Сейчас пойду искать. Так, вот я нашла свою палочку и ножницы, все у меня, теперь я вооружилась полностью. Видите, чувствуете, это пластик. Так, ощущение. Но, тем не менее, она бесподобная, яркая, красивая, желтая. Здесь небольшие есть потери в центре. Видимо, знаете, как будто бы обломана или высыпалась пластик, но это не видно. Ее еще, конечно, надо помыть, потому что она довольно грязненькая. Но вы же знаете, что я вот все приношу и при вас снимаю с этикетки, мою и все делаю с ними я потом. Вот такая вот брошь. Если кто мне впервые, я все на себя примеряю, так что вы все увидите в деле, так сказать, на одежде или на мне. И я думаю, что это всегда интересно примерять вещи. Посмотрите, как она красиво лежит, как будто настоящее солнышко. Так, следующее украшение – это вот такой кулон. Я его видела в магазине два раза. Один раз я его в магазине повертела, повертела, не купила. Второй раз я вернулась, когда в этот магазин, я его увидела там. И здесь есть какой-то, знаете, какая-то как будто бы насечка на самом кулоне. Но мне трудно сказать, имеет ли он какую-то ценность. Не знаю, он мне просто очень понравился. И вот эти вот кристаллы большие, красивые. Стоил он 5 долларов. Сейчас я состригу этикетку. Мне кажется, что в нем есть какой-то… Что-то в нем есть. Мне кажется, если честно, что он позолоченный. Хотя маркировок никаких нет. Вот эти вот кристаллы очень красивые. Безусловно, стеклянные. Слышите? Ну, даже видно, что это стекло. Потому что пластик все-таки виден. Чувствуется по ощущениям и по… Ну, даже на вид. Видно, что это стекло. Очень красиво ограненные кристаллы. И вот цвет металла почему-то мне кажется, что оно позолоченное. Хотя никаких проб и ничего. Но вот видите, здесь что-то… Просто вот такая вот насечка на самом ушке. Ушко не очень маленькое. Это хорошо, потому что можно надеть на любую цепочку. В общем, очень красивый-красивый дизайн. Нежный-нежный такой цвет. Салатовый. Но, возможно, маркировка была на цепочке. Не знаю. Видите, как вот золото-позолото. Она как-то немножко… Цвет вот у него такой. Не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что он все-таки позолоченный, этот кулон. Смотрите. Вот такая интересная брошь, которая стоила 4 доллара. Я тоже ее вертела, крутила. И я сначала вообще даже толком не могла понять, что это такое. И мне девочки написали, что это прялка. И действительно, это прялка. Я это поняла уже, когда я потом уже положила стилишку. Разглядывала, я поняла, что это прялка. Потому что сначала у меня вообще были затруднения, что это за предмет такой. Стоила эта брошь 4 доллара. Давайте ее внимательно рассмотрим. Честно говоря, я думаю, что она винтажная. Хотя, ну, во-первых, видно, что возраст изделия, как бы, когда изделие новенькое, прям вчера из Китая, то это как бы тоже видно. А возрастные изделия видны. Так, сейчас, подождите-ка. Вот, застегнем. Замочек, игла. Застегнуть не могу. Она застегивается, но просто так вот. Остановила запись, чтобы застегнуть, потому что вы не видели мои мучения. Вы знаете, она такая интересная, эта брошь. Она очень легкая. Вот эти вот, вот эти части очень тонкие, тонкие, из тонкого какого-то металла сделаны. А вот это вот колесико, ну, как бы, прялки же есть колесо. Оно очень интересное. Оно сделано с маркозитами светлыми. Обычно маркозиты черные. Или это что? Или это просто... Оно очень интересно сделано. Я сначала думала, что здесь потеряны камушки, но потом, приглядевшись, я поняла, что это такие... Это не маркозиты, это как будто бы вот вмятина сделанная, чтобы в нее ставить кристалл. Но кристалл не вставлен, а она как-то вот отполирована, что оно блестит. Очень интересно. Интересная техника. Я не видела такого раньше. Ну, я много чего не видела, если честно. Смотрите, какая интересная штука. Это, я так понимаю, колесо, прялка. Здесь, значит, вот этот вот... Ну, из чего, собственно, делается нитка. Я не знаю тоже, как это называется. Не помню. Даже не знала, наверное, слова этого. Ну, в общем, прямо она такая реалистичная, настоящая прялка. Знаете, здесь вот заклепка. То есть она, в общем, видно, что она старенькая. Это брошь. Маркировок никаких нет. Но она очень интересная. Ничего такого подобного я не встречала. Такая вот сюжетная брошечка. Причем сделана из двух металлов, двух цветов. Очень интересная вот эта колесика. Мне она нравится необычностью своей. Так, дальше у меня брошь. Брошь не то рыцарь, не то какой-то... Я сначала назвала рыцарь. Даже посмеялась, что мои дети когда-то в детстве говорили не рыцарь, а лыцарь. Поэтому я так его и назвала. Брошь лыцарь. Но дело в том, что это не совсем рыцарь. Посмотрите, форма меча и шляпы. Меч такой, знаете, не европейский, я бы сказала. А вот что-то такое турецкое, восточное, правда? Типа ятаган, вот что-то такое. Поэтому трудно назвать это рыцарем. Ну, в общем, такой... Просто все, что на лошади с этим... С оружием холодным, у нас сразу возникает ассоциация с рыцарем. Давайте я сниму его с этой этикетки. 4 доллара он стоит. Он, кстати, очень похож как-то по... По текстуре... Ну, вот по своему... Не знаю, чем-то они похожи для меня, эти броши. Я даже не знаю, почему. По дизайну. Вроде бы металл другой и все другое. Ну, вот как-то вот между собой они перекликаются. Мне даже кажется, что это из одной... Из одного дома приехало. Вот посмотрите, какой интересный человечек. Вроде бы у него и забрало на голове. Шлем забрало. Но вот форма меча как-то меня наводит на мысль. Здесь у него три кристаллика в виде пояса. Здесь вот медальон. Я не знаю, может быть, здесь тоже был кристалл, который потерян. А может и нет. Может, так и было. Маркировок тоже нет. Мне вообще кажется, что она больше даже... Уже даже и антикварная какого-то возраста эта брошь. Уж очень она как-то выглядит необычно и как старенькая. Ну вот. Вот такая вот она с обратной стороны. А вот здесь очень интересная, очень интересная брошь. Необычная, опять же, вот как эта прялка. Такая, знаете, редко попадаются такие экземпляры, чтобы вот... Ну, в общем, ни цветочек, ни веночек, ни букетик, ни какие-то там стразики. А вот такая вот сюжетная, очень необычная штука. Такая же необычная, как и вот эта вот прялка. В общем, они мне как-то вместе, кажется, из одного сундука появились там в магазине. Следующая вот такая интересная брошь. Я даже на минуточку подумала, что может быть она серебряная, но я не знаю. Стоила 4 доллара. Очень интересный центральный вот этот кабошон. Сейчас мы его рассмотрим. Мы рассмотрим брошь. Кстати, тоже, по-моему, из того же сундука, честно говоря, что и рыцарь, и прялка. Вот как-то напоминают мне они все одного. То есть вот по вкусу как будто один тот же человек. И владел, покупал. Потому что вот что-то между ними всеми есть общее. Вот. С обратной стороны вот такая вот у нее застежечка. Понятно тоже, что она, конечно же, винтажная. Почему я подумала серебро? Не знаю. По цвету мне показалось. Но вот здесь вот я заметила. Видите, здесь какой-то, как будто бы сход этого серебра. Может быть, она посеребряная. Я не знаю. Но маркировок никаких нету. Ни металл, ни марка. Ну, потому что мне кажется, что она тоже очень-очень старенькая. Поэтому даже, скорее всего, возможно, антикварная. Посмотрите, как интересно сделаны вот лапки, в которых стоит этот кристалл. И он необыкновенный. Я даже не знаю, что это за материал. Давайте. Ну, безусловно, это стекло. Ну, очень интересное стекло. Посмотрите, какое красивое. С какими-то вкраплениями. Блестящими элементами. Такой серо-сиреневатыми. В общем, классная штука. Очень мне нравится, потому что мне кажется, что... Это что-то такое непростое, интересное и очень-очень старинное. Так, дальше у нас идет вот такая вот красавица брошь с очень красивыми багетными кристаллами. Просто круглая, очень лаконичная, очень минималистичная, я бы сказала. Но при этом очень яркая и красивая. Стоила она нам 3 доллара всего лишь. Нам, мне. Я себя во множественном числе повеличала. Так. Давайте рассмотрим ее сзади, с обратной стороны. Ну, ничего выдающегося. Тоже маркировок нет. Я тоже думаю, что она старенькая, винтажная. И вот здесь очень красивые, блестящие багетные кристаллы. Я рада, что все они на месте, потому что найти багетные кристаллы на замену очень трудно. Особенно такого размера. Они все разных размеров, разной толщины, длины. То есть найти, заменить их практически очень-очень трудно. А здесь все на месте. Все блестит и переливается. В общем, красивая брошь. Нарядная, но при этом минималистичная и довольно скромная. И можно сказать, что к этой броши, но не к ней. Но случайно так получилось, что я нашла вот такие серьги. А может быть, это и комплект. Вы знаете, сейчас, когда я смотрю их рядом, на них вместе, я понимаю, что кристалл это совершенно такого же размера и фасона. Возможно, что это комплект. Но, понимаете, комплект обычно идет маркированное изделие. А вот такие, хотя, может быть, было еще колье. Может быть, понимаете, сережки, вернее клипсы по фасону. Мне не скажешь, что они очень старые. Я думаю, что они более современные. Хотя, вот то, что это клипсы, это уже говорит о том, что они не очень современные. Стоили они 5 долларов. Смотрите, очень нарядные, очень красивые. Бесподобные переливающиеся кристаллы. На конце вот такой вот ромбовидный кристалл. И здесь ромбовидные и два багетных кристалла. Я думаю, что они не совсем современные. Вот из-за их конструкции, видите, здесь вот такая вот застежка посажена на клепку, что делает их, говорит об их возрасте определенном. Хотя они прекрасно сохранились. Маркировок никаких нигде нету. Но вот эта вот конструкция их мне говорит о том, что они не очень новые, не очень современные. Может быть, из 70-х или 80-х. Потому что в очень хорошем состоянии. И повторюсь, вот эта брошь прям как будто бы вместе для них сделана. Я даже не замечала это, только сейчас заметила, когда стала их показывать. Очень красивые, нарядные клипсы и брошь. Бесподобный получился у меня комплект. Хотя совсем и не имелся в виду. Ну и вот, чтобы вы поняли, для сравнения. Вот такое вот колье, которое, безусловно, винтажное. Но видите, когда я говорю про сохранность, вы понимаете, вот так вот оно выглядит. Более старая вещь, которая, видимо, 50-х, 60-х годов. И так вот выглядит более современная вещь. То есть явно, что они из разных времен. Но при этом необыкновенно красивые они все. Значит, у меня есть целая куча, целая, целая куча, целая, так сказать, коллекция вот таких вот колье. Я никогда не могу мимо них пройти, потому что я сорока. Один раз я нашла случайно такой колье Шерман. Даже не заметила его маркировку. В магазине заметила, когда снимала с вами. Вот был такой момент. Здесь никаких маркировок нету. Оно идет вот где-то до середины шеи идут кристаллы. Кстати, кристаллы Аврора Бориалис. Потом идет цепочка, тоже довольно симпатичная. Идет крючок без маркировки. И на конце вот такой вот концевик еще на конце цепочки. Что же говорит о возрасте? Потому что в современных изделиях так не заморачиваются. Так, сколько оно стоило мне? Оно стоило мне 3 доллара. Они почему-то очень дешево их оценяют всегда. По-моему, у Шермана я тоже купила доллара за 3, потому что они решили, что это вот такое же вот старенькое просто колье. Так, посмотрим. Маркировок никаких нигде не замечается. Цепочка тоже непростая. Такая довольно интересная. И вот такое вот нежнейшее, красивейшее, праздничное, нарядное колье из кристаллов Аврора Бориалис. Прекрасное тоже состояние. Очень красиво сохранилось. Я очень ему рада. У меня прям большая коллекция вот этих украшений. Вот таких вот. Я очень их люблю. Я сорока, вы знаете. Потом, значит, я нарвалась на целую кучу вот таких вот сережек разных. Знаете, это клипсы на лентах. Тоже стоили 4 доллара. Маркировок нету, но необыкновенно красивые. Я думаю, что тоже они не совсем простые. И их было много разных. Я не стала брать все. Я купила две пары, потому что, ну, самые такие яркие, так сказать, представители этой серии. Тоже, видимо, из одного сундука от кого-то, кто очень любил такие украшения. Давайте я их сниму. По 4 доллара они стоили. Давайте я их сниму с этикетки. Вы видите, что это клипса. В общем-то, клипса. Но при этом это клипса на винте. То есть вы можете вот этим винтиком как бы менять степень нажима. То есть, чтобы, если вам очень сильно в ухо давить, то можно немножко ее расслабить. И тогда оно не будет так сильно давить на ушко. Маркировок давайте посмотрим-ка. Никаких не наблюдается у нас. Нет. Нет, нет и нет. Очень жаль. Но мне кажется, что они непростые, потому что они очень красивые, в прекрасном тоже состоянии. Но вот эта вот клипс, сама клипса говорит о том, что они не очень современные. Потому что сейчас так не делают. Сейчас делают или обычную клипсу, или просто серьгой. А вот так вот, вот с такой вот клипсой с завинчивающейся. Это вот правда вещи не современные. Посмотрите, какие они красивые. Классические. С каплей жемчужины. И с белыми кристаллами. Просто необыкновенной красоты. Нарядные, яркие, вечерние. Очень красивые клипсы. Я люблю такие украшения. И всегда можно найти, куда в них пойти. Я могу и на работу в них пойти, если честно. Следующие клипсы немножко попроще. Но тоже вызывают у меня много вопросов, ассоциаций. Что это что-то не очень современное. Опять же, из-за вот этой вот застежка клипса на винтах. Серьги на винтах. Я не знаю, как их назвать. Сейчас очень редко делают их такие изделия. В основном они относятся... Ну, самое позднее, я думаю, что к 80-м. А скорее всего, к 70-м. Вот так вот они выглядят. Белый металл. Винтик. Давайте посмотрим маркировку. Вдруг найдем. Нет, нету, нету, ничего. Нету, нету, ничего. Так, смотрите. Здесь очень интересный кристалл. Он на самом деле темно-темно-синий. А выглядит немножко как черный. Стеклянный кристаллик. Темно-синего цвета. Интересная брашировка на самой клипсе. Она не такая нарядная, как предыдущая. Ну, тоже очень красивые такие клипсы. Весюлины. Я люблю такие большие серьги. У меня был период, что мне очень было трудно носить их. Я не знала, как их надевать, как их закреплять. У меня какая-то была история, что они у меня падали с ушей. Ну, сейчас я как бы уже вроде бы научилась. Ну, и вот смотрите, сколько у меня сейчас их в моей коллекции разных всяких, необыкновенных, красивых. Теперь я хочу вам показать вот такой комплект. Вы знаете, что? Я, когда его увидела, сначала я нашла колье. Я, посмотревши на него, тоже стеклянный кабошон. Здесь все, стекляшки. Когда я посмотрела на него, первая мысль, которая у меня возникла, это сердце из Титаника. Я сначала подумала, что, ну, как бы... Да, оно не очень винтажное, не очень старое, но вещь довольно интересная. Я подумала, ну, какое-то сердечко, ну, да, оно из Титаника. Ну, как бы вот, ну, не знаю. Потом посмотрела на цену 5 долларов и подумала, ну, опять, не знаю, второй раз. Но меня, значит, поинтересовала цепь. Цепь, очень интересная, красивая, необычная цепь. Я подумала, что вряд ли на какое-то дешевое украшение буду делать вот такую вот цепочку. Так, стоило еще раз оно, повторюсь, 5 долларов. И потом я уже дома про гуглов. Здесь были какие-то значки, что меня... СО, по-моему, здесь написано. Еще какие-то точки, крючочки. В общем, потом... Это уже дома я все обнаружила. Потом, еще будучи в магазине, вдруг я наткнулась на вот такие вот клипсы. И я поняла, что это, конечно же, комплект. И, конечно же, это не просто так. Клипсы стоили вот 4 доллара. И придя домой... Кстати, вещь довольно современная. Хотя, вот видите, тоже сделано в виде вот таких вот клипсов. Короче, да, давайте их рассмотрим быстренько. Вот клипсы. На клипсах нет никакой маркировки. Вот такие. Или есть? О, нет, тоже есть. Вот это вот СО. Я тоже этого не видела в магазине. То есть, понятно. Я и так поняла, что это комплект. Но, глядя вот на эту маркировку, сейчас становится вдвойне понятно, что это комплект. И, найдя по картинке про гуглов, я поняла, что это действительно комплект, сделанный компанией Avon. Он посвящен певице Селин Дион. Я нашла картинку. Стоил он не очень дешево. Селин Дион – певица канадская, французского происхождения, которая пела песню в фильме «Титаник». Бесподобно красивый. Вы все, конечно, помните эту песню. Я сейчас не буду ее воспроизводить. Голос у меня не совсем тот. Так вот, фирма Avon по мотивам, так сказать, украшения из фильма «Титаник» сделала вот это украшение, посвятив его Селин Дион, исполнительнице песни в фильме «Титаник», которую все прекрасно знают. Она и была довольно популярна. Это певица Селин Дион. Ее знали очень многие. Тем более в Канаде. Она канадская француженка. Но после исполнения песни в фильме «Титаник» она стала просто мега-звездой. И вот такой вот набор выпустила фирма Avon в честь нее. И посвященный ей и фильму «Титаник» очень красивый. Я считаю, что он очень красивый. Считаю, что мне очень повезло с ним, если честно. Потому что это, ну, такая, это редкая вещь, скажет, как называется, «Limited Edition». Ну, то есть что-то, что было выпущено вот каким-то таким подарочным набором в честь какого-то события и дня. Честно говоря, я не знаю, какого он возраста, когда он был выпущен. Не знаю, не нашла ничего про это. Но, во всяком случае, он великолепен, по-моему. Так, вот такая брошка «Жираф». У меня прям коллекция уже слонов, жирафов и прочий зоопарк. 5 долларов она стоила. Я тоже её думала брать, не брать, потому что я думала, что у неё небольшие есть повреждения, сход покрытия в определённом месте. Сейчас я вам поближе покажу. Вы поймёте, о чём я говорю. Вот видите, здесь как бы немножко затёрто. Даже вот, ну, вот видите, вот затёрто чуть-чуть. Сошёл жёлтый металл. Ну, вот смотрите. Это же разве видно? Нет, не видно. Посмотрите, какая, какая, какой сюжет. Вот, какая, так сказать, вот в движении. Вот один, чуть не сказала верблюд. Я у меня вообще с этим. Флора и фауна в моих видео я называю фламинго-пеликаном. Там ещё что-то у меня были ляпы. Меня до сих пор из старых видео, меня до сих пор девочки пишут и справляют. Ну, в общем, короче. Путаю все цветы, названия, фиалки, орхидеи. В общем, ну, это жираф. Это жираф. Это не верблюд. Один стоит, поднявший голову. Другой, опустившись, сиплет травку. Понимаете, как сделан, как сделана вот эта вот сцена. У нас не просто два жирафа, а вот два жирафа, которые в каком-то вот в таком сюжетном движении, скажем так. Там же я ещё и слонов, кстати, купила. В следующем видео вам покажу. Наверное, это уже очень будет длинное. Я, наверное, сейчас скоро прервусь и дозапишу. Второе видео будет продолжение у нас. Так, смотрите, вот такая вот обратная сторона. Он, может быть, и кулоном, этот брошь. Ой, здесь что-то есть, маркировка. Нет, это просто пятнышко жирафьи. Так, давайте смотреть. Маркировок нет, не нашла. Маркировок не нашла и вообще не нашла. Нашла что-то похожее, но, честно сказать, сейчас не вспомню. Подожди, сейчас посмотрю. Нет, ничего я не нашла про этих жирафов. Это мне про что-то другое я находила. Слонов, которые будут в следующем видео, я находила. Ну, в общем, не важно. Все равно жирафы очаровательные, прекрасные. И мы положим рядышком с рыцарем, так сказать, тут лошадка, тут жираф. Пусть они лежат рядом. Посмотрите вот на эти клипсы. А вам они ничего не напоминают? А мне сразу... Нет, не сразу. Мне они тоже ничего не напомнили. Уже придя домой, я поняла, что к чему. 4 доллара они стоили. И никаких маркировок на них нету, но они абсолютный комплект. Брошь, которую я вам показывала в одном из моих предыдущих видео, тоже была куплена в том же магазине. Что я имею в виду, что я уверена, что они вещи выкладывают из... Когда им приносят, они их как-то сортируют и вывешивают в магазин не одновременно. То есть вот из одного пакета брошь и клипсы. А я уверена, что они были из одного пакета. Хотя они не 100% совпадают, но очень похожи. А они, видите, брошь повесили там на неделю раньше, чем клипсы. Потому что... Ну так они, видимо, они когда разбирают, ставят цены на украшения, а потом постепенно выносят в зал. И уже потом как бы что-то вынесли, что-то оставили, что-то вынесли через день, через два и так далее. То есть у них поэтому надо часто подъезжать, если вы хотите комплект. Часто у меня так бывало, что я находила вещи комплект, абсолютно явный комплект, через неделю после того, как приезжала в магазин. Смотрите, о какой броши я говорю. Вы ее помните, я вам ее показывала. Они не 100% комплект. Это немножко желтоватая, это немножко другого цвета основания. Но очень похожее вот это вот обрамление центральной части. И, в принципе, рисунок вот этой розы, по-моему, он один и тот же. Только здесь он сделан на более светлой поверхности. Видите, в броши-то вот задняя часть открытая, а в клипсах закрытая. Поэтому трудно сказать, что это из чего сделано, из какого материала. Но я думаю, что это та же самая керамика. Да. И, в общем, абсолютно, хотя они чуть-чуть разного цвета, но как комплект, если одеть это на уши, а это, например, на лацкан, это будет выглядеть абсолютно-абсолютным комплектом. Очень рада, что нашлось вот такое вот украшение. Кстати, металл тоже немножко другого цвета, но, в принципе, опять же, повторюсь, это не так критично. Почему-то я уверена, что это из одного сундука тоже. Значит, что у них сзади? У них никаких нету маркировок. Возраст затрудняюсь тоже сказать. Очень хорошее состояние, прекрасно сохранились. Поэтому, может быть, и не такие старые, но я думаю, что где-то, ну, может быть, не раньше, чем, не позже, вернее, 80-х. Вот такая вот, вот такие вот прекрасные клипсы. Прекрасно подходят к этой моей брошечке. И, наверное, последнее на сегодня, а это сниму я в следующем видео, потому что у меня еще столько же украшений, и это будет очень длинно. Вот такие вот смешные серьги-собачки. Это серьги компании JJ. Стоили они 5 долларов. Я сначала тоже не очень поняла, что это серьги, не серьги какие-то. Может быть, я сначала подумала, что это, может быть, какие-то броши-пины. Но потом, просмотревшись, тоже я их находила в продаже. Они есть, их много разных вариантов. Есть вот и собачки, и котики. Посмотрите, какие они прикольные. Значит, в чем смысл этих серьг? Вот это находится у вас спереди уха, а вот это вот тельце собачье с хвостиком, с ножками, находится сзади, то есть замочкой. Но видно это, все равно это видно, потому что она довольно большая часть. Значит, где-то есть на обеих маркировках, да, на обеих сережках есть маркировка JJ. Вот видите? И вот так вот это работает. Вот сюда, вот здесь вот находится ваша мочка. И вот так вы надеваете. И вот эта вот задняя часть служит как бы застежкой для этой серьги. Серьги такие есть, я знаю этот фасон. Это, по-моему, не JJ придумали. Есть варианты разные таких сережек. Очень забавные, веселые. У меня есть много брошей JJ, которые я находила. И там котики, собачки, и что угодно. Все это можно носить в комплекте, потому что, в принципе, там немножко другие собачки. Но идея та же самая, металл одинаковый, забавность их тоже, в общем, очень милая. Очень милые сережки, веселые такие, смешные. Может быть, немножко детские, но, в принципе, я думаю, что вполне смогу их носить на себе. Хотя я уже далеко и давно не девочка. Так, ну что ж, друзья мои, вот такая первая часть нашего видео. Сейчас я все это уберу и начну показывать вам вторую часть. Самые интересные, самые красивые находки, самые необычные, дорогостоящие. Так что я надеюсь, что вы, если еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на меня, чтобы не пропустить вторую часть этого видео и все остальные мои видео. Еще раз повторюсь, у меня не только украшения, у меня все, что девочки, мы любим. А на сегодня все. Все. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Всем пока. До встречи. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok